И всем привет, ребят, с вами MrBank, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видео ролик посвящен игровой тематике, сегодня вместе с вами мы будем тестировать новое интересное устройство за кристаллы, которое было посоветовано нашими подписчиками на одном из стримов и сказали мне, что это устройство делает какую-то нереальнейшую грязелечку в рамках нашего матчмейкинга. Так ли это на самом деле? Сегодня вместе с вами мы все это дело рассмотрим, ну и возможно получится что-то крутое натушить, ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно поддержите данное видео и нажмите лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно не забывайте участвовать в розыгрыше на 20 тысяч танкоинов на 3 миллиона кристаллов, для этого у нас трюк игры в аккаунте установить ему личный такт, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что касаемо пушки и устройства, то сегодня мы сыграем на пушке шафт с устройством, которое называется легкие конденсаторы. Как же давно я не играл на этом устройстве в целом, мы сразу можем также зайти, посмотреть на характеристики этого устройства. Если открыть пушку шафт, это устройство, которое во-первых продается за кристаллы, да, за 245 тысяч его можно купить, расход энергии плюс 20%, скорость прицеливания по горизонтали плюс сотка, энергия на прицельный выстрел минус 50, ну и урон прицельный максимальный минус 25%. Такие вот характеристики у этого устройства. По сути, у нас только пониженный максимальный урон, все остальное выглядит очень-очень неплохо и у вас есть возможность как раз-таки супербыстрой сводки по оппоненту. Работает ли это супер жестко? Сейчас мы все это дело с вами проверим. Возьмем даже, наверное, не Крусейдера, а возьмем... Блин, хотел взять Хоппера, чтобы у нас получилась супербыстрая торпедная такая комбинация для быстрой сводки и для уничтожения противника и врыва дополнительного. Поэтому давайте, наверное, даже я сразу переоденусь на Хопперочка. Ну и будем пробовать врывать, будем пробовать врывать, будем пробовать уничтожать здесь оппонентов. Запикивает меня на штурм за деф. В принципе, наверное, кстати, в штурме за деф это устройство может работать. Офигеть! Офигеть! Насколько быстрая сводка! Блин, так если с такой сводкой играть, а перезарядка какая? То есть если у нас такая быстрая сводка, то есть я с такой практически моментальной сводки наношу по 4200 урона. С обычной тыки еще какой? А, ну перезарядка здесь такая довольно долгая, если честно. С обычной тыки по 1000 урона залетает у нас. По 1000 очки с обычной 1700. А, то есть у нас урон по сути такой же, как у дефолтного шафта. Так, мне тут сбивают, конечно. Но урон прям выглядит очень круто. И если еще учитывать тот факт, что это устройство за кристаллы, то пока что это выглядит максимально, максимально прикольно. Так, 2600 еще сразу наносим по еще одному оппоненту. 7 киллов у меня уже со старту. Ничего себе. Ничего себе начинается каточка у нас. Интересно. 5300 добавки. Олдишку сразу на двоих. Хорошо. Реализация хоппера тоже у нас сразу начинается. Бомбическая... Блин, ну очень быстрая сводка. Прям моментально быстрая сводка с наносом такого хорошего урона. Прям... Ну не знаю. Меня очень сильно радует, что можно такую грязь дать. 6400 урон, но это по бездашке. То есть это ваншот среднего танка стабильно. Ваншот среднего танка стабильный у нас залетает. И под быструю перезарядку можно еще и ворвать. Так, и... Ага. Магнум мне залетает. 13 на 2 за где-то чуть больше полторы минуты залетает у нас по этой катке. И результат, честно вам сказать, очень жесткий. Честно вам сказать, это очень жесткий результат. И это еще одно хорошее устройство... Ой-ёй. Ой-ёй-ёй. Еще одно хорошее устройство за кристаллы. Если учитывать тот факт, что... Я относительно недавно записывал видос с молотом на дуплет. С устройством за кристаллы, которое себя сейчас показывает, тоже очень круто. То 17 киллов видеть в таком бою... Что... Что сказать еще? Что еще сказать? Это очень жестко. Это реально очень жестко. Притом хоппер работает прям просто великолепно. Пробуем, наверное, даже вот так на сведении вниз укатывать и 4 200 в голову наносить. По хопперу сразу здесь оудишку. Ай, к сожалению, падаем здесь в 0,5. Надеюсь, что меня сольют. Пивать будет? Будет, не будет? Молод с дуплетом. Ну, как будто урона очень мало наносит. Да. 20 киллов у нас. Будем стараться выиграть эту катку. Ну, и по-хорошему было бы здесь сделать хотя бы киллов, наверное, каких 40-50. Я думаю, что это был бы шикарный результат. Поэтому стараемся. Да, то есть, если вы полный баллон заряжаете, то перезарядка довольно долгая. Если заряжаете не полный баллончик, то, соответственно, со временем здесь перезарядочка будет у вас побыстрее. Ваншот даже ДА-шного танка с защитником, легкого ДА-шного танка с защитником тоже у нас залетает. Очень неплохо. Очень неплохо. По викингу тоже даем. 60 киллов у нас имеется. Так, хоппер через низ врывает. Здесь еще можно чуть-чуть покидать по хантеру. Так, и по диктатору. С водянку быструю. 2998 даю. Это, конечно, немножко обидно, когда ты наносишь практически ваншот. Так, прожимается здесь васпика-бомба. Плюс накидка от Теслочки. Успею? Нет, не успею. Я сводянку дать. Если бы еще с переводкой сводку дал, было бы вообще шикарно. 25 на 5. 25 на 5 у нас по счету. Хоппер врывает, но мы его быстро здесь контролим. Было бы шикарно выдать по нескольким танкам. Опа, как раз можно сейчас подловить. Шикарно. Подлавливаем. И стабилизируем себя. Шикарно просто реализовываем еще овердрайв. С плюс дополнительным киллом. Сводка 2 с половой по диктатору моментальная. Пол баллона только разряжаю. Добавочка по хопперу. Так, ну и противник начинает очень много доставлять. Это очень нехорошо. Да, все-таки хотелось бы выиграть эту катку. Поэтому будем стараться сейчас на накидку. Кстати, поворот башни тут тоже ускоренный. Поворот башни быстрее, чем у дефолтного шафта. Что дает некое дополнительное, ну можно сказать, бонусное преимущество. Да. Потому что бывает в моменте тебе как раз таки не хватает вот этой вот небольшой скорости для раскрутки своей башни. А здесь эта раскрутка полноценно есть. Так. Вошел я тут в прицел. И никого под прицелом нету. Ага. Попадаю все-таки по хантеру. Шикарная тычка. 110 очков у противника. У нас даже уже 120. Похоже, дело все-таки здесь у нас победочки не будет. Так, пробуем раскрутиться. Хорошо. 4 тысячи по викингу наносим. По хопперу. Через всю карту. 1600 урона с обычной тычки у нас залетает. Что является очень и очень хорошим уроном. 33 килла. Остается 20 очков противнику. И по сути это только полбоя. То есть за полноценный бой в рамках такой катки у нас была бы возможность успеть слить. Блин, башня не повернулась так быстро. Если была бы не трава у меня, то я бы успел бы ему развернуть. Так. Ну и хоппер пытается влететь под последнюю доставку. Еще один танчик здесь врывает. Пытаемся развернуться. Тут флаг не везется. Здесь флага я пока что не вижу. Так, и где тот самый хоппер? Не видно, вошел я тут в прицел. Ай, пролетел хоппер мимо. Пролетел хоппер мимо. Попробую слить его. Хорошо. Пока что чуть-чуть подконтролили. Пока что чуть-чуть подконтролим. Отлично. Еще сливаем бойца. Так, ну и пытаемся, пытаемся удержать этот счет. По хантеру. Нет, к сожалению, все равно доставка залетает. Но хороший бой, хороший бой. И 37 киллов за чуть больше половины боя я даю на хоппера шафте с легкими кондюнерами. Реально устройство выглядит очень и очень круто. И я в очередной раз удивлен, что у нас есть такие устройства за кристаллы, на которых по сути никто не играет. И которые показывают настолько достойные и жесткие результаты в рамках матчмейкинга. То есть комбинация в виде хоппера шафта, когда я его использовал с триплетом, оказывается не лучшая комба. А есть еще и устройство, которое по сути никто не использует у нас в матчмейкинге, но которое на сегодняшний момент времени выглядит прям реально очень и очень достойно. Пишите все свои мысли в комментариях к этому видосу. Я пока что в очередной раз в шоке, как после молота с дуплетом, что у нас в игре есть вообще такие устройства, которые показывают такие результаты за кристалл. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и конечно же пишите все свои мысли в комментариях к этому видосу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok